В Краснодаре рекордно обмелело не только Краснодарское водохранилище, но и сама река Кубань. Посмотрите, вот здесь должна быть вода, но она спустилась метра на три вниз и сейчас видно дно реки, на котором валяются различные стаканчики, бутылки, прочий мусор, какая-то непонятная жижа здесь плавает. Скоро можно будет дойти, наверное, уже до Адыгеи. Эксперты объясняют обмеление реки Кубань засухой, которая стояла этим летом. Дождей долго не было, поэтому вся надежда, что сейчас погода немножко подпортится, дождики пойдут и река у нас поднимется до привычного уровня. Но даже в этой обмелевшей реке рыбаки по-прежнему пытаются поймать рыбу, хотя они отмечают, что улов не очень-то большой. По мнению рыбаков, виной обмеления все-таки не засуха. Мы отправились поговорить с ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Ловится рыбка? Нет, не хочет. Вообще нету? Ну, вчера на Яблогском столбе ни одной поклевки не было. Позволь вчера стоял вот там возле церкви, возле храма, поймал щучку на полкилограмма и у окуня где-то грамм 200. И все, две поклевки. Так что хвастать нечем. Если не секрет, в реке Кубань купаться вообще нельзя. Что вы с рыбой отсюда делаете? Я вам так скажу. Найдите мне на земле сейчас чистое место. На севере там подлодка затонула, Япония там сбрасывает радиоактивную воду. Я не знаю сейчас, где чистое найти. Кубань, да, там трубы, вон тоже канализация вся идет. Значит в Азове тоже грязь раз туда идет. Черное море, вон на пляжах везде трубы заведены. Сочи и все прочие канализацию сбрасывают. Так что я не знаю, имеет ли смысл искать чистое место. Нету его на земле, наверное, сейчас. Все загадили. Загадили. То есть не страшно такую рыбку кушать. Ну я уже, слава богу, больше 70 лет ем ее. Как-то ничего, слава богу. Почему речка у нас так обмелела? Сбрасывают воду. Накопление к зимнему паводку, скажем так. Сейчас пойдут дожди осенние. Водохранилище специально опустошают, чтобы воду можно было принять. Ведь водохранилище это угроза для города. Вот если здесь проектная мощность 10 миллиардов в Краснодарском водохранилище. Вот если она плотина рванет, не дай бог, то все до самого моря смоет вообще. То есть погибает все практически. Кто не успел убежать, все утонут. Так что эта бомба висит над городом. Довольно опасно. То есть это ежегодно сбрасывают воду? Да, да. Здесь же рассосение. Поэтому вот такая система. А говорят, что засуха всему виной. Да нет, нет. Специально опустошают, вот сброс идет специально, так сказать. Есть же санитарные попуски. То есть через спортивную, допустим, там, ну не знаю, там 6000 кубов, допустим, час пропускают. Это санитарный попус, как называется. Иначе пропадет все. Надо, чтобы течение было. А если поводок, то вообще же, ну, видели сами, вот уровень стоит. Вот мы вон там, смотрите. Видите полоса вот на бетоне? Вот это приблизительно метр три еще. Вот здесь глубина, если будет вот поток. Метр три будет глубина. Так что, а сбрасывают, потому что, во-первых, каналы надо освободить, поля рисовые, чтобы ушла вода. По-другому никак. Чтобы там начинают трястеть, поднимают воду. То есть открывают на всю шандоры эти, на плотине. Идет большой поток воды. И за счет этого по каналам распространяются на поля рисовые. Посеяли и поддерживают рис же все время в воде растет. В результате, так сказать, созревания риса, вода держится. Потом все, надо убирать, надо сушить поля эти. Все. Воду сбрасывают. Из канала вода пошла в Кубань опять.